Вы думаете, история это правда? Ну, история это старая слепая старуха, выжившая из ума. Вот определение. А на самом деле это ложь. В истории ничего нет того, чтобы Библия не предсказала. Всё известно. Это сказал Наполеон. Мы знаем, что дальше будет. Вот что события сейчас... Можно вопрос ещё один? Сначала товарищи. Я не знаю вас как звать. Если вы скажете своё имя, я скажу, с какого языка, как переводится на русский язык? Дмитрий. Дмитрий не переводится. Это в честь греческой богини Деметры. Дальше. Знамя. Родные, близкие, кто есть, называйте. Вам это интересно? Нет, вам это интересно должно быть. Вы узнаете, что несёт, какой потенциал в этом имени. Сейчас один заходит и говорит. А у меня русское имя Андрея. Говорит, и еврейское имя означает храбрый. Вот у нас патриарх Кирилл. Это сирийское имя означает солнце. Вперёд. Ну да. Так. Имена родных людей или что вы спросили? Ну, разве если нет? У меня разницы нет, какие вы скажете. Вы об именах говорите? Ну, я так понял, вопрос об этом. Да, я всё. Какое имя назвали? Людмила. Слово Библия? Что-то плохо слышно. А у меня вопрос, а зачем Мухаммед снёс храм жрицы Аллат? Храм богини Аллат? Володя, подойди, расшифруй мне. Храм богини Аллат Мухаммед снёс. Какая-то транс-богиня что-то. Он говорит, зачем Мухаммед снёс храм богини Аллат? Ну, потому что у них так, они ничего не признают, всё разрушают. А мы этого не касаемся. Христиане первые тоже разрушали языческие храмы. Когда христианство вышло на арену, в римском пантеоне было примерно 500 божеств. И они толерантные были. Сказали, вот тут ниша, ставьте статуи Христа и поклоняйтесь. Первые христиане объявили все 500 религий от дьявола. И все 500 религий объявили войну христианству. И все 500 религий исчезли. А христианство сегодня занимает среди 8 миллиардов населения Земли 2 миллиарда 450 миллионов. Потому что это божественное. Вот сейчас события, которые начинаются в Израиле, они предсказаны в Библии. Мы знаем, что дальше будет. Израиль уничтожен? Что будет дальше известно. В Библии говорит об этом. Это может сейчас, пишут везде, может начинается Третья мировая война. Я когда говорю... А вы что придумали? Греческую мифологию... Смотрите, события в таком порядке сейчас. Исчезает денежная система. Чип подставил. Сразу считают, есть деньги или нет. Ищите, а полиция не ищет. Все двери магазина захлопнутся. Второе. Исчезают границы. Во всем государстве, во всем мире будет одно государство и воевать не с кем будет. И один правитель будет. И когда спрашиваю, кто будет, какая столица мира? Москва. Про Москву сказано, она будет сожжена в один час. Только одна пыль будет до неба. А кто? Израиль и Иерусалим. И там будет правитель из колена Данова. 12 областей. 2000 лет назад предсказано из колена Данова. И будет он царствовать 3,5 года. 42 месяца. И мировая история заканчивается. Полностью. Часы мира все останавливаются. И будет воскресенье из мертвых. И будет суд Божий, о чем Лермонтов писал на смерть Пушкина. Есть Божий суд на перстнике разврата. Есть грозный судья он ждет. Он недоступен с бонус златы. И мысли, и дела он знает наперед. Я думаю, что Израиль уничтожит. Израиль. Да там смотреть не на что. Маленькая полоска возле моря. И представьте какой. Во всем мире вся почта, юриспруденция. Все в руках их сегодня уже. Я думаю, их уничтожат. Ну, думай сколько угодно. Рабы, рабский дух. Я вышел из лесу, был сильный мороз. Я русский человек, поэтому я христианин, православный. И не завидую им нисколько. Я знаю, это предсказано Богом. И оно будет непременно так. Это Бог сказал. Он сотворил вселенную. Среди этих триллионов звезд. Бог всюду и везде. Так звезды это голограмма. А что именно? Ну, то, что вы видите, это голограмма. Я учился много этому. 62 года. А мне 84 года. Ну, значит, вы знаете, что звезды это всего лишь голограмма. Я не пойму слово грамма. Что означает у вас? Голограмма. Голограмма? Да. А о чем? О политических событиях? Какое политическое событие? Нет. Это все искусственно придумано. Чтобы люди не испугались. Темноты. Он говорит, что звезды это все голограмма. То есть это все просто... Все выдумка, да? Да, выдумка. Да, мы свидетельствуем о нем, православные христиане, что Иисус умер на кресте распятый и дарует прощение грехов кающимся грешникам и отвечаем на все вопросы. А что вы думаете о происходящем во всем мире? О чем? О происходящем во всем мире. О том, что написано в Библии. Она предсказывает все это. Вот эта война в Израиле, которая началась, сегодня везде пишут. Начало третьей мировой войны может быть. Вот тут Армагеддон и будет. Скажите, я только недавно начал изучать, скажем так, смотреть, что происходит во всем мире. Именно когда началась война в Украине, когда началась война в Израиле. Ведь до этого война была во многих странах. В Сирии, в Ираке, в африканских странах, в Южной Америке. То есть войны, если посмотреть, в общем, не заканчивались. А наш мир начал освещать войны только из-за того, что они начались на территории Европейского Союза. Вам не кажется то, что миру уже очень-очень давно какой-то происходит, извините за выражение, пиздец. Мы не берем даже войны в Украине и в Израиле. Знаете что, главная задача, смысл понятен. Я отвечал студентам, преподавая в университетах, на тысячи вопросов. А у меня к собеседнику к вам только один вопрос будет. Есть ли у вас скайп? Скайп у вас есть? Скайпа нет. Школьники, пятиклассники, скайп устанавливают за пять минут. Там просто Алиса, скайп. Там ни регистрации, ничего нет. Вот если в скайпе вы заряете два слова, не дымите только, то я сразу уйду. С самоубийством мы не разговариваем. 13 лет жизни отнимает эта пилюлька у вас. И вот, если в скайпе заряете два слова, Игнатий Лапкин, это я. У меня самые большие ресурсы на весь мировой интернет. А чтобы поверили, что я говорю, зарядите Википедия Игнатий Лапкин. Моя биография одна и неповторимая, на весь мировой интернет. Вас интересует это? Интересует. Вот зарядите себе, можете сразу сейчас. И дальше, если вы по скайпу зарядите Игнатий Лапкин и дадите звонок Игнатий Лапкин по-русски с пробелом, мы с вами друг друга уже не потеряем. Я отвечал тысячи вопросов. И там эти вопросы ваши все уже у меня отвечены. Все. А когда вы посмотрите Википедию Игнатий Лапкин, у вас доверие будет ко мне на 100%. Там около 40 документов внизу. Каждое слово почти документировано. Затребовали. Википедия Игнатий Лапкин. Зарядите. Я правильно написал? Ну-ка. Игнатий Лапкин. Правильно. Вот так. Википедия. По-русски написать. Да. Википедия. Главное, чтобы Википедия по-русски написали. Википедия и по-русски Игнатий Лапкин. И сразу вы увидите мою биографию. Родился и сразу перечисляю 12 специальностей. Хорошо. Посмотрю. Которые я пользуюсь ими. А мне 84 года. Я понял. Там абсолютно все. Я отвечаю на тысячи вопросов. Там будет сказано, что поэт, писатель. У меня 38 томов книг вышло. Каждый том 752 страницы. Недавно только вышли стихи из четырехтомных. Каждый том 882 страницы. Каждое стихотворение 36 строчек. 9 куплетов. С эпиграфом из Библии. Если желаете любить и поэзию. Я могу вам прочитать свои стихотворения одно другое. Мне интересно просто было ваше мнение. Вот об этом. Это ничего не значит войны какие. Дело не в войнах. Дело в том, что мировая история закончится в Израиле. Над всем миром будет один правитель. И будет царство 42 месяца. Три с половиной года. И мировая история заканчивается. Часы мира останавливаются. Наступает поисторическая вечность. И главный вопрос. Где я буду? В раю или в аду? Вот главный вопрос. Который решают миллиарды людей. И я отвечаю абсолютно на все вопросы, какие существуют. Я 62 года учился этому. Вы думаете будет просто Третья мировая? Обязательно. Обязательно. Я говорю. Дальше события развиваются так. Исчезает денежная система везде. Подставил. Сразу показывает, какой ты есть. Ищет тебя полиция или нет. Иначе двери сразу закрываются. Ты никуда не идешь. Готовый. Это надо просто поверить. И будет момент. Все границы будут стерты. И одно государство во всем мире. И будет одна столица мира. И когда я спрашиваю собеседника. А какая столица? Москва. Я говорю. Москва. Откровение 17-18 главы. Говорит, что она будет сожженная в течение одного часа. И пыль будет до неба. А столицей мира будет израильский город Иерусалим. И будет последний правитель. Который будет выдавать себя за Бога. Чудеса творить какие. 42 месяца. То есть 3,5 года. И мировая история заканчивается. Полностью. Часы мира останавливаются. Воскресение из мертвых. И начнется страшный Божий суд. От Адама до сегодняшнего дня. До последнего дня. Вот как мировая история раскладывается по Библии. Между прочим, о суде Божьем и в этой книге тоже написано. Я когда разговариваю с мусульманами, я отвечаю по их вопросам. Если вы желаете узнать ваше имя, с какого языка, как переводится, можете сказать? Это когда начинается это все? Оно уже началось. А закончится? Да Господь знает. Будет провозглашен правитель. Три с половиной года у него будет подготовка. В это время мир будет разбит на 10 правителей. Три из них будут уничтожены, не покорятся. А 7 раз сложат свои полномочия к его ногам. Вот тогда главная цифра будет 666. Это все предсказано. 13 глава Апокалипсиса. Но посмотрю. Обязательно. И вот дальше, чтобы не потерять друг друга, главное, это скайп Игнатия Лапкина. И там мы можем встречаться хоть каждый день. Хорошо. Пожалуйста. Все, тогда до встречи. Всего доброго. Храни Господь. Скайп Игнатий Лапкин по-русски. Там будет Игнатий 10 по-латыни, это тоже я. Хорошо. С Богом. Так. Ну что, я иду. Дедуля, привет. Слава Иисусу Христу. Ну что, никто не пришел? Куда? Ну куда? Рекламируешь тело, ждешь, когда шлюха появится, шалаба какая. Заскочить за одну секунду на нее. Что не понятно? Нифига себе. Ну еще половина людей здесь голая. 95% мусульман. Что не понятно? Рулетка это единственное. Я русский. Ну верующий в сатану, в духа блуда. Зачем раздеты-то? Половина мужиков голая. Зачем? Ничего за душой-то нет, кроме писи. Зачем-то? Да потому что так и есть. Я пять лет уже здесь нахожусь. Зачем? Затем, чтобы людям рассказать о любви Божией. И ответить на все вопросы. Расскажи. Оденься сначала. Поведуй, пожалуйста. Оденьтесь сначала. Или сейчас сразу же потеряем друг друга навсегда. Нет у меня сейчас одежды. Ну все. Тогда в скайп. Скайп. Заряжайте скайп Игнатий Лапкин. И вы на меня выйдете. Скайп. Я не могу. Ну потом сделайте скайп. Его за пять минут школьники устанавливают. Сейчас материться начнем. Хорошо. Сейчас материться начнешь. Так. Ухожу. Слава Иисусу Христу. Слава Иисусу Христу. Слава Иисусу Христу. Спасителю мира, который умер за грехи людей и дарует прощение грехов кающимся грешникам. Стой. Стой. Стой, подожди. Не переключайся. Мне уже интересно. Я отвечал студентам на тысячи вопросов. А к собеседнику к вам у меня только один вопрос. Мне уже интересно. Давай, давай, давай. Вопрос идти. Вопрос один к вам. Есть ли у вас скайп? Нет, скайпа нет. Скайп школьники устанавливают за пять минут. Вот если вы в скайпе заряете два слова, Игнатий Лапкин, это я. Нет, он уже устарел в скайпе. Уже все уже. Ну, я вам говорю. В скайпе. И он за пять минут устанавливает школьники. Нет, скайп уже это не в моде. Скайп для отсталых людей. Уже есть и дискорд. Понимаешь? Дедок. Понимаешь? Вы обкурены? Нет, дедок. Я пьяный. А что такое википедия, знаешь? Да. Заряди два слова, Игнатий Лапкин. Узнаете, с кем разговариваете. Моя биография одна на весь интернет. А толку-то? А какая казнь? Что? Ну, ты не кичишься именем, а что это? Ну, давай, давай. Глаза-то не глядят. А какая казнь? Все. Все.